дорогие друзья всем привет вы на канале грибник бай наконец-то в беларуси закончилась двухнедельная страшная засуха которая температура которой достигала свыше 35 градусов и вот уже несколько дней льют у нас настоящие дожди и я приехал в лес посмотреть какая сейчас в лесу обстановка и лисичка которая появилась буквально две недели назад как мы видим выстояла жару выстояла вот эти сверх высокие температуры и сегодня мы ее с вами пособираем конечно теперешняя температура самая комфортная для того чтобы находиться в лесу взял я даже ведро по одной простой причине чтобы если мало ли пойдет дождь закроем крышку чтоб туда не попадал ни мусор не ветки не влага ничего поэтому друзья отправляемся в лес на поиски грибов и вот она первая относительно небольшая полянка лисичек нас встречает конечно я уже посмотрел на открытых участках она конечно да вся погорела вот она видите вся лисичка погорела маленькая но немножко где все-таки преобладает какая-то тенистость где-то вот от кроны дуба ели можно встретить вот такую лисичку но также встречается и очень маленькая которая вот буквально появилась она желтенькая очень хорошая да это не полноценный конечно размер лисички которая растет в пике но тем не менее очень приятно ее собирать вот видите просто сгорела вся не дала жара и подняться и лисичка полностью вся сгорела но вот немного впереди вот такая кучка семейка из лисичек класс мы такой же конечно заберем но очень радует что все-таки прошли дожди и они еще передают всю неделю будут и приблизиться июль близится выход абсолютно всех видов грибов которые нам с вами предстоит отыскать вот видите немного под кроной дуба создается небольшая тень и здесь лисичка относительно выстояла она имеет желтый окрас и имеет даже относительно неплохой свой размер поэтому давайте покажу сколько у нас получилось лисички с этой полянки и вот такую небольшую полянку из лисички нам удалось собрать с одного места поэтому отправляемся дальше друзья сейчас на практическом примере я вам хочу показать что разницы для грибницы нет срезаешь ты гриф выкручиваешь вот обратите внимание весь лес подняли кабланы вот полностью все взрыто весь мог мог поднят и как ни странно это было весной я видел что-то весной происходило и тем не менее грибочки растут грибница все равно продолжает выдавать плодовые тела вот видите то есть многие говорят что ты рвешь с корнями там нарушаешь грибницу там туда-сюда друзья это совершенно не так это абсолютно не так то что мы все считаем грибами это всего лишь плодовое тело грибницы да вот здесь на открытом участке появилась лисичка но в общем то она посохла что ли вот посмотрите видите она уже полностью вся высохла так вот это всего лишь плодовое тело грибницы который находится по всему лесу глубоко под землей и имеет сотни метров и тонны веса видите все взрыто полностью все взрыто а грибы растут видите грибы растут и прямо даже внутри вот этого всего взрытого продолжает и очень даже неплохо чувствует себя лисичка поэтому друзья понимаете и знаете одно вот это всего лишь плодовое тело гриба а грибом является сама грибница которая для своего дальнейшего развития рождает вот такое потомство очередная друзья полянка из лисичек нам попалась вот она смотрите вот но некоторые даже немножко подсохла было и дождик прошел она немного раз размокла и вернула свои первоначальные размеры и формы вот какая красивая лисичка желтая наливная дождик прошел и она возобновляет свой рост становясь довольно большой птички ноги вот класс конечно это ее неполноценный размер и неполноценное вообще количество в росте у нас беларуси конечно фантастически растет очень большими коврами полянами и это самый поздний гриб который заканчивает свой рост в ноябре может в декабре закончить то есть самый стабильный гриб в сезоне то есть если для белых грибов подосиновиков подберезовиков нам нужно влага и тепло то лисичка может расти в принципе в засуху и в холод и в жару большую вот как было сейчас поэтому вот еще у нас одна полянка из лисички считаю здорово неплохо сейчас вот дождик прошел через недельку пойдет уже новый слой лисички более массово я вам его покажу а сейчас пока вот такие гвоздики пособираем а вот иду по дороге у нас впереди получается как низменность здесь лужа была одним словом когда-то и вот по контуру посмотрите как лисичка бедная искала влагу и вот она где начал расти прям скажем так у обочины дороги яма пересохла и вот она здесь начала расти никто не может без влаги никто не человек не грибы никто вот как она здесь растет поэтому благо что сейчас прошли дожди лисичка возобновит свой рост станет полноценным размером выходить прям по всему леса ах переплелась вот она видите вдоль 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 пошла 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 вперед очень хороший прошел дождь вот такие лужи я думаю этой влаги надолго хватит зашел в такой березовый участок сосновом бару и начала попадаться уже лисичка более кучно скажем так вот такие семейки не знаю состоящие может из 10 12 грибочков но они конечно такого еще относительно несобирательного размера ну конечно некоторые мы возьмем вот еще видите лисичка и давайте я вам покажу как она здесь начала расти в таких противопожарных бывших просеках может ну не просеках я так понимаю это когда в свое время была вырубка ее распахивали может и вот она здесь лисичка где больше влаги скоплений вот она здесь уже неплохого такого размера вот она об какая классная видите наливная рыжая прям вот она как растет вот видите то есть если где-то на открытых участках она еще относительно маленькая подсохшая то там где влага сохранилась все-таки лисичка уже очень даже неплохая поэтому впереди у меня есть похожее место с березнячком с такими вот распах распаханными полосами и мы сейчас поищем вот такую лисичку впереди зашел и вот в такой мелкий березнячок попалась мне небольшая горстка из лисичек ну и так же вот впереди нас ждет небольшая правда но относительно хорошая по размеру лисичка собирательная вот она как запуталась вот первая вторая также вот в траве я уже здесь раз распутывал и ну неплохая неплохая ну конечно же это как еще раз говорю это ее далеко не пик это ее конечно же далеко не пик даже по размеру поэтому он дождик прошел и вот я думаю через недельку ох она зарастет ребят я вам покажу конечно то все вот еще семейка впереди также вот небольшая семейка из лисички неплохая но хорошая то есть плане неплохая по качеству тоже некоторая высохшая некоторая какая-то вообще еле на корню стоит вот это неплохая лисичка поэтому собираем ее и движемся дальше и вот еще точно такой же пример где все взрыто дикими кабанами а грибочки растут вот обратите внимание неплохая такая семейка из лисички растет это все друзья к чему что многие люди пишут там что ты вырываешь у грибов корни там на следующий год ничего не вырастет до глупость это все просто вот он даже пример же говорю чтоб кабанами просто все взрыто письмо подняты здесь должно быть все во мху а здесь все перерыли дикие кабаны и как мы видим грибы растут что я же говорю что грибы это плодовое тело ничто иное а грибница есть гриб грибницу порушают нарушают это лишь лесорубы которые тоннами леса выворачивают гектарами сотнями тысяч гектаров вырубают вот они нарушают грибницу но не грибники которые выкручивают либо срезают как кто хочет поэтому вот видите какие грибочки классные ну ничего через недельку мы будем собирать точно такой вот размер дождики прошли очень класс также решил навестить вот такую вот одну вырубку и посмотреть друзья наличие вот такой земляники обратите внимание на нее размер она в виде капель и и здесь просто немерено она и в траве находится я уже вот почти одну соберушечку собрал планирую штучки две-три посмотрим как пойдет вот она прячется прям в траве вот такая громадная ягода посмотрите земляника как клубника дикая поэтому очень здорово что она выстояла конечно да на открытых вырубках вся земляника погорела а вот здесь находится такая как будто бы кустарник высокий и вот он создает дополнительную тень и земляника тем самым выстрела вот друзья смотрите какое чудо какая ягода знаете даже запах стоит прям на вырубке когда собираешь вот такую ягоду очень здорово поэтому также пособираем с вами земляника ну и вот что по итогу у нас с вами получилось собрал я вот столько лесной такой крупной земляники ну и конечно же вот такая лисичка и столько у нас ее сегодня с вами получилось радует конечно что прошли дожди радует что засуха отступила поэтому через недельку мы объем этот как минимум удвоим если не утроим поэтому друзья лайк подписка только по заслуженности ролика а вам всех благ и до новых встреч